Александр Хоруженко, Яна Кондрашова, Ульяна Рудакова занимают свои места за столом жюри, а это значит, что сейчас на эту сцену к вам поднимутся те, кто сегодня сражался и хотел узнать цену своего голоса. Цена голоса уже определена. Цена составит 1851 гривна. 1851 гривна призовой фонд. Сегодня он достанется кому-то из участников сегодняшнего четвертого тура. Встречаем бурными аплодисментами. Анна Апатская, Елена Климова, Алексей Артышук, Елена Квятек, Любовь Тарасенко, Нарек Геворгян, Дарья Югай. И для подведения результатов я приглашаю сюда же к нам директора ресторана «Метрополь» Елену Кожарину. А также автора идеи, режиссера-постановщика проекта, продюсера, президента молодежно-общественной организации «Центр творчей молоди» Натхнення, Андрея Кравченко. Прошу несколько слов. Добрый вечер всем еще раз. Я надеюсь, вам понравилось сегодня у нас, понравилась атмосфера в зале. И мне бы хотелось, прежде чем сказать, какие молодцы участники, сказать о том, что сегодня была презентация нового меню. И вы первые, кто его пробовал. У нас новый шеф-повар, мы вам его представим 8 сентября. И сегодня была вот первая кухня у нас, называется «Традиция метрополя», мы ввели страничку. Пятизвездочное меню, где самые хиты мировых звезд введены туда. И скоро, очень скоро, мы еще прогулки по Италии. Я надеюсь, что вам очень понравилось. И приходите к нам просто кушать, потому что мы еще ресторан и работаем. Каждый день для вас. Ну, а сейчас я хочу сказать, ребята, что вы молодцы. Вам понравилось, как выступали? Всем, да? Ну, и сегодня призовой фонд составил 1801 гривну. Нет, было 1801. Ну, не знаю, я вот все... Было 1750, вы мне добавили 51. 1775. 1775, да. Плюс 76. 1851. Да, 1851, да. Я надеюсь, у ресторана «Метрополь» хороший бухгалтер. Я тоже так надеюсь. Слава Богу. В общем, я желаю удачи, сейчас честной победы. Тому, кто победит, сейчас мы узнаем, кто это. Она честная, зрители участвовали, так сказать, в голосовании. И в голосовании, и в подсчете голосов. Прошу, Андрей Кравченко. Ну, я хочу сказать всем спасибо, что вы сегодня к нам пришли в гости, что вы все-таки, как бы, ну, вот некоторых из гостей я вижу очень часто, то есть это уже каждый четверг вошло в традицию. Я благодарю вас, что вы с нашим проектом находитесь вот тесно, близко. Я понимаю, что, как бы, это еще не профессиональный какой-то, вот, да. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Вот проект какой-то очень профессиональный. Он растет вместе с, ну, как бы, мы учимся так же, как и вы, да, как зрители учитесь быть зрителями, как ребята учатся быть артистами. Мы также учимся быть судьями, там, режиссерами, ведущими, директором ресторана. Секундочку. Вы знаете, и вы нам в этом очень сильно помогаете, потому что без вас, ну, не получилось бы так ярко без зрителей, да. Без вас бы не получилось так душевно. Без вас, вообще, без зрителя очень сложно работать артистом. Понимаете, да? Ну, а вам я хочу сказать, что вы сегодня, ну, супер-пупер молодцы, потому что вы четвертые, наконец-то закончилась эта пытка. Ну, кто знает, тот знает. Вы такие выстраданные. Вы самые запоминающиеся, как и первые. Вот первые запомнились мне, и вы запомнились очень сильно, потому что... Ну, в общем, я не буду долго говорить, вы молодцы. Аплодисменты ребятам. Ну, а вы, в свою очередь, аплодисменты зрителям. И аплодисменты вам. Спасибо. Идов же деньги, да, дарить? Нет, еще нет. Еще нет. Мы оглашаем результаты и после этого дарим деньги. Итак, на третьем месте с результатом 38 баллов оказалась Дарья Югай. Дарья, это третье место. Вы молодцы. Спасибо вам огромное. Вы получаете возможность тренировать свой талант у нас в караоке-зале. В караоке-зале «Метрополь». Итак, на втором месте с результатом 48 баллов Нарек Геваргян. 48 баллов, Нарек. У тебя хорошее начинание. У тебя есть возможность приходить с братом вот сюда в караоке-зал и будешь петь перед братом, репетировать, а он тебе будет говорить, где нужно выше взять, где ниже. В общем-то, все режиссерские постановки в караоке-зале вы имеете возможность проводить. И с результатом 49 баллов Победителем сегодняшнего проекта и обладателем суммы 1851 гривна становится Елена Кветык. Спасибо большое всем. Я рада. Ну подожди, пусть еще поаплодируют. Помолчи, помолчи. Я пока еще не поняла, что я чувствую. Спасибо всем, кто за меня проголосовал. У меня для вас еще одна радостная новость. Как мы знаем, в предыдущих турах у нас были одни мужчины. Это Имран Дадашев, это у нас Александр Шалатонов и Сергей Костюченко. Кстати, они, по-моему, все здесь в зале, да? Финалисты. Финалисты могут встать? Победители. Есть Имран Дадашев, есть Александр Шалатонов и Сергей Костюченко. Ну что ж, друзья мои, вы видели своих конкурентов в лицо. Жаль, что, конечно, Елена не видела своих конкурентов, но у вас есть целая неделя, вы будете знакомиться, готовиться к такому замечательному, массовому, ударному, я бы сказал, финалу. Итак, дорогие зрители, информация звучит для вас. Билеты на финал, заказывать места уже можно с сегодняшнего дня. Все это обращайтесь к администратору. Любой понравившийся столик, любое понравившееся место вы можете заказать уже сейчас. Напоминаю, 8 сентября состоится финал. Я бы сказал, финал четырех. Самые сильные, самые лучшие победители. К ним добавятся еще участники, которые выйдут по мнению жюри и по зрительскому голосованию. Лучшие из лучших предстанут перед вами 8 сентября. Ну а сегодня все аплодисменты в адрес победительницы. Елена Квяток. Лен, еще один вопрос. Часто приходилось зарабатывать деньги собственным талантом? Первый раз. Первый раз. И, ну, раз пошла такая пьянка, вот, как говорится, режь последний огурец. Сегодня, 25 августа, день рождения у Елены. У Елены сегодня день рождения. Ей исполнилось 18. А еще сегодня день рождения у нашего ведущего, у Жени. С днем рождения, Жень. Мне исполнилось сегодня 30. Так уж получилось, что здесь на сцене два именинника. Себя я не оглашал, ну, из скромности, наверное, а все-таки с большим, так сказать, порывом в душе. Поздравляю тебя с днем рождения и поздравляю тебя с этой замечательной победой. Поздравляю тебя с днем рождения.